Испытание водородной бомбы производилось на специально оборудованном опытном поле учебного полигона Министерства обороны, удалённом на 50-60 километров от населённых пунктов. В центре поля была возведена 30-метровая стальная башня для установки на ней водородной бомбы. Рядом с башней находилось здание, в котором производилась окончательная сборка бомбы. Поле опустело. На небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Всё готово к испытаниям. Момент взрыва приближается. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв! Взрыв! Отслепительная вспышка. Загорается и сметается ударной волной пятиэтажный дом. Огромное раскалённое облако поднимается вверх. За бегущей ударной волной в воздухе образуется быстро расширяющееся кольцо тумана. Гигантский столб пыли увлекается воздушным потоком, созданным подъёмом облака взрыва. Диаметр столба в средней его части больше километра. Под облаком вокруг столба пыли образовался конус водяных паров. Огромная воронка диаметром до 40 и глубиной до 8 метров зияет на месте центральной стальной башни. Мощные железобетонные башни, устоявшие при взрывах атомных бомб, не выдержали взрыва водородной бомбы. 12 августа 1953 года был испытан один из типов водородной бомбы. Советскими учёными и инженерами разрабатываются и другие, значительно более мощные водородные бомбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова